Экономические показатели в стране сейчас хуже осени 2008 года, тем самым мы входим в такую некоторую фазу пока не негласного, скажем так, экономического кризиса. Нужны системные решения на федеральном уровне. Участники профсоюзного актива бьют тревогу. Указы президента не выполняются или выполняются, но не в полной мере. И Оренбургская область, к сожалению, не исключение. Индекс промышленного роста у нас снижается. Мы видим ряд остановки предприятий. Это Южралникель, остановлено основное производство на Креолите, это город Кувандык. И ряд предприятий находится в непростом финансо-экономической ситуации. До 2018 года нам надо создать 354 тысячи высокопроизводительных мест, чтобы выполнить указ президента. До 2018 года сейчас планируется 11 тысяч. Представьте, какая разница в 35 раз. Рабочие места – это другой проблемный вопрос. Да, вакансий в городе гораздо больше, чем безработных. Но что предлагают оренбуржцам предприятия города и почему они не могут найти нормальную работу? Если мы возьмем те вакансии, которые у нас существуют сейчас в Оренбургской области, каждая шестая вакансия ниже заработной платы предлагается уровня прожиточного минимума. Средняя заработная плата всех вакансий – 12 тысяч рублей. Учитывая то, что средняя заработная плата сейчас в Оренбургской области на 9 месяцев – 20 тысяч 700. Сами понимаете, в два раза меньше. А задача стоит, во-первых, население сохранить. Это надо двое детей. И более того, население надо увеличивать. Это трое детей. Так с тремя детьми цифры переваривают за 50 тысяч рублей. Однако есть и положительные тенденции. В целом утвержденные дорожные карты по повышению заработных плат работникам образования, здравоохранения, культуры, они в целом выполняются. Наша Оренбургская область на самом деле смотрится одной из лучших по стране.